Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лапша быстрого приготовления Мобильный телефон Неоновые лампы Эти вещи прочно вошли в нашу жизнь Каждый день мы пользуемся ими И не думаем о том, что совсем недавно Они были последним достижением Науки и техники Высокими технологиями Сегодня этими громкими словами Называют все От памперсов до крылатых ракет Что такое высокие технологии? Это эксклюзив Это высший класс Это самый верхний слой Всех технологий Которым занимается человечество В данный момент Поэтому будущее мира Будущая нанотехнология Если люди создадут наноматериалы На их основе будут созданы технологии Которые изменят облик цивилизации Так что же такое высокие технологии? Почему стали модными нанотехнологии? На какие разработки сегодня тратятся миллиарды долларов? За какими высокими технологиями будущее? Сенсационные открытия Российских ученых и исследователей Людей, которые уже сейчас Пишут историю будущего В программе «Совершенно секретно» 20 июля 1985 года Москва, физико-технический институт Шел седьмой час экзамена В аудитории повисла напряженная тишина Приемная комиссия Факультета общей и прикладной физики Состояла из шести человек И все они, не отрываясь Смотрели на последнего абитуриента Уже практически все поступающие Сдали листы с ответами и вышли Только парень из Еревана Упорно не хотел заканчивать Это была детективная история Меня очень сильно пытались Срезать на экзамене Меня экзаменовали порядка Шести или семи часов непрерывно И такая была ситуация То есть, в конце концов Если бы я допустил хоть одну ошибку То бы ничего уже не помогло И я все эти Вот как автомат Решал задачки Мне, давая очередную задачу Преподаватель не говорил правильно Я решил, предыдущую или нет Психологическое давление Просто давал следующую Следующую На экзамен Давид Ян пришел одним из первых А ушел последним Но с победой Членам приемной комиссии Пришлось сдаться Ереванскому вундеркинду Который сегодня стал одним из ведущих Разработчиков новых технологий Поставили пять И за теоретическую И за практическую часть экзамена По физике Давид Ян все-таки стал студентом Столичного физтеха Это была моя мечта Но у меня была проблема с фамилией И в советские времена Это было сложно С такой фамилией поступить на физтех Вот И до пятого Ну как Это же были советские времена Первый отдел Нет У нас на курсе Один только В общем Короче говоря Непонятная фамилия Непонятно кто Откуда взялись Родители Ну Потом На самом деле Все это было очень серьезно Все я был в черных списках Сегодня Давид Ян В списках лучших профессионалов В сфере информационных технологий Его имя известно во всем мире Он один из самых молодых лауреатов Премии правительства России В области науки и техники Несколько лет назад На международном экономическом форуме В Давосе Давид Ян вошел в сотню пионеров В области высоких технологий Есть актуальнейшее направление Это мобильные беспроводные технологии И весь мир становится меньше Весь мир становится динамичнее Все технологии, которыми мы занимаемся Ученые относят к технологиям Под кодовым названием Искусственный интеллект Самые популярные изобретения Давида Яна Это электронные словари Лингва И карманные компьютеры Сибика Миниатюрные компьютеры Давида Яна Имели огромный успех Особенно в США Еще в 98-м году Эти устройства позволяли пользоваться СМС Мобильной телефонной почтой И блютуз Беспроводной связью Основатель ICQ Американец Йоси Варди Назвал карманные компьютеры Давида Яна Крупнейшим изобретением человечества После МП-3 Уважаемые коллеги Уважаемые друзья Мне очень приятно видеть вас всех здесь Я не мог пропустить такое событие Сегодня очень важный для нашей компании Очень важный день Последнее ноу-хау Давида Яна В скором времени грозит взорвать Телефон Ренок Его компания придумала способ Как избавить деловых людей От многочисленных визиток Теперь не нужно будет долго искать Координаты нужного человека Достаточно будет заглянуть В память мобильного телефона Это действительно очень удобно Когда вы на конференциях В командировках Вы просто сфотографируете Визитку огромное количество визиток Ваших партнеров Она распознается И попадает прямо в контакт-лист Телефона На презентации нового изобретения Давида Яна Присутствовали представители Крупнейшей компании По производству телефонов Они готовы уже сегодня Ставить на свои телефоны программу Которая позволит копировать визитки Наши исследования показывают Что спрос на предложение Таких продуктов Какие разрабатывает компания Аби В настоящее время Весьма велик Более того Российский рынок Постоянно растет Растет огромными темпами И все большее количество Российских потребителей Желает иметь Программные средства Которые разработаны Местными специалистами Вы знаете Наверное Вот то что меня действительно Когда вот начинает В груди начинает Щемить И сердце начинает биться Это победы В различных сравнительных тестах Победы на рынке Когда нас Как-то награждают чем-то Когда нас выделяют Среди других Имя еще одного Российского разработчика Знают не только профессионалы Но и обычные пользователи Компьютера Антивирус Касперского Стал неотъемлемой частью машины И считается уже Чем-то само собой разумеющимся Хотя в мире Эта программа является Одной из самых Высокотехнологичных Для ее создателя Евгения Касперского Это высшее признание Один из таких доказательств И является факт Того что мы Один из самых Вернее уже Самый популярный Продукт антивирусный В Китае На рынке С очень высоким Уровнем пиратства Поэтому они не думают О цене А им все равно Каким продуктом Не все Там большинство Все равно Каким продуктом Пользоваться И большинство Выбирает наш продукт Потому что они После того как они сравнили Все Они делают Выбор Становлю свой выбор на нас Евгений Касперский Пожалуй самый известный В России Создатель защиты от вирусов Спама И хакерских атак Лаборатория Касперского Входит в пятерку Ведущих мировых Разработчиков Программного обеспечения Для защиты информации От интернет-угроз Представительства Компании Евгения Касперского Работают В 60 странах мира В том числе В Великобритании США Японии Южной Корее И Китая И Китая А началось Все 18 лет назад Когда аспирант Научно-исследовательского Института С удивлением Обнаружил На своем компьютере Вирус Тогда свой компьютер Я вылечил При помощи другой Антивирусной программы Не собственной В производстве Потому что тогда У меня просто не было Но это был последний раз В моей жизни Когда я что-то лечил Какой-то компьютер Лечил Чужими программами Мало кто знает Что Евгений Касперский Окончил Институт Криптографии Связи И информатики Высшей школы КГБ Именно учеба Позволила ему В дальнейшем С успехом Разгадывать И бороться Со сложнейшими Хакерскими программами Которые практически Ежедневно Попадают В миллионы компьютеров То это мне нравится Это мое хобби Ну в общем-то Как-то я живу В этом всем Если вначале Это было просто Примитивные детские вирусы Потом были сетевые вирусы Сейчас это компьютерная преступность Сейчас это профессионалы Бороться с профессионалами Вы знаете Это очень интересно Сегодня антивирус Касперского Регулярно занимает Высшие места В тестах Международных Исследовательских центров И компьютерных изданий С компанией Сотрудничают Многие крупные Российские И международные Государственные И коммерческие Организации Такие как Центральный банк России Министерство Российской Федерации По налогам и сборам Бюро национальной Безопасности Польши Министерство образования Франции Министерство иностранных дел Италии За вклад в развитие Высоких технологий Евгений Касперский Награжден медалью Символ науки Высокие технологии Это эксклюзив Это высший класс Это Самый-самый Верхний слой Всех технологий Которым занимается Человечество В данный момент Когда-то Давным-давно Я уж не помню даже когда Просто колесо Это тоже была Высокая технология Термин Высокие технологии Появился в начале 90-х годов Он означает Наиболее передовые И прогрессивные Технологии Современности Чаще всего Это последние достижения Науки и техники Высокие технологии Включают в себя Практически все отрасли Биотехнологию Работотехнику Микроэлектронику Оборонные технологии И нанотехнологии Нанотехнологии Являются Нечто таким Революционным Которое может Как-то повернуть Нашу технологию И вообще Все развитие Технологии Идет в сторону От макро К микро У нас там Автомобили Даже становится меньше Уже не говоря О бытовой технике И так далее Телефоны Компьютеры И прочее И в конце концов Выходит на такой Наноуровень Поэтому Нанотехнологии Это штука Которая коснется Абсолютно каждого Банально говоря Те же крема Для наших Замечательных дам Сделанные На уровне Нанотехнологии Имеют гораздо Большую Проникающую способность Что Само собой Способствует Их красоте То же самое Можем сказать Про более Серьезные Для некоторых людей Вот если промышленность К примеру Космическая Которая позволит Космическим аппаратам Сстегать Больших дистанций Благодаря использованию Нанотехнологий Впервые О нанотехнологиях Заговорили Когда кончилась Холодная война А перед наукой Которая не мыслила Себя без военно-промышленного Комплекса Встал вопрос Что делать дальше Анализ Сложившейся ситуации Дал неожиданную картину Оказалось Что работая на войну Всемогущий ВПК Решал ограниченный круг задач Причем в основном Опираясь на старые разработки Не прибегая к принципиально Новым технологиям И материалам Теперь же Когда эти задачи отпали Выяснилось Что у нашей науки Огромный фронт работы И гораздо более сложный Чем требовала оборонка Это для Академии Несколько новое направление И это требует Определенных ресурсов Это В общем-то Понимают Все Прекрасно И Когда уже встал вопрос О том Как работать Организовать В Российской Академии Наук То правительство Приняло Специальное решение О выделении Дополнительных ставок Академиков И членов-корреспондентов Для развития Работы В этой области Нанотехнологии Сегодня самое модное слово Приставку нано Используют везде Появилась Наноэлектроника Наномедицина А в существовании Нанороботов Не сомневаются Даже дети Нанотехнологии Нисходят с уст Политиков и президентов В своем последнем Послании Федеральному собранию Владимир Путин Тоже уделил им Внимание Сегодня для большинства Людей Нанотехнологии Это такая же Абстракция Как и ядерные Технологии В 30-е годы Прошлого века Однако Нанотехнологии Уже становятся Ключевым направлением Развития Современной промышленности И науки На их основе В долгосрочной Перспективе Мы в состоянии Обеспечить Повышение Качества жизни Наших людей Национальную безопасность И поддержание Высоких темпов Экономического роста Обыватели Не столь Однозначны В оценках Одни говорят О нанотехнологиях С восхищением И надеждой Другие С возмущением И насмешкой Третьи С опаской И тревогой Большинство Россиян Не знает Что из себя Представляют Эти загадочные Технологии Многие Сомневаются В их существовании А некоторые Слишком доверяют Всем товарам Где используется Это слово Например Очень известная В Америке История Фирма Продавала Наноштаны Они так И назывались Суть заключается В том Что якобы Они были пропитаны Нановеществами Которые позволяли Им водоотталкивающими Быть Конечно же Пришло время И в Америке Научились бороться С этим И фирма Эта Сегодня не называет Свои наноштаны Больше наноштанами Они называют Их Водоотталкивающими Штанами Но не более Ну подумайте Пожалуйста Ну что такое Роспотребнадзор Принял В продаже Наноартишоки Я не буду Множеству Еще других вещей Говорить Ну это чудовищно И вместе с тем Повторяю Это неизбежно Сегодня Многочисленные фирмы Интернет-сайты Буквально Пестрят Предложениями Приобрести Тот или иной товар Сделанный Якобы На основе Нанотехнологий И чаще всего Это срабатывает Наши соотечественники Плохо представляют Себе уровень Развития Наноиндустрии В России В Америке Этот период Уже пройден Поначалу На рубеже Восьмидесятых И девяностых Это броское слово Стали употреблять Чтобы привлечь Инвесторов К финансированию Научных исследований В новой области За несколько лет Пиар-компания Распространилась Далеко за пределы Америки Заниматься Нанотехнологиями Стало модно Престижно И главное Денежно Очередной этап Развития Научно-технического Прогресса Перерос в настоящий бум Эксперты Одной социологической Компании Подсчитали Что слово Нанотехнологии Упоминалось В популярной прессе В девяносто пятом Году Двести раз В две тысячи седьмом Уже более Двадцати тысяч По словам Наших ученых Еще пару лет назад Чтобы получить Грант от международных Фондов Заявителю Достаточно было Дважды упомянуть В названии проекта Эти четыре Раскрученные буквы Например Наноуглеродные Наноматериалы Так как Россия Переживала После распада СССР Довольно Тяжелое время И эта область Человеческой Деятельности Перестала быть Престижной Естественно Россия Потеряла Очень многие Позиции В науке Поэтому Более благоразумно Сконцентрироваться На тех Сегментах Где Россия Все еще Сохраняет Передовые позиции Виктор Виктор Лощенов Уже 20 лет Создает лекарства Для лечения Онкологических Заболеваний Его препараты Есть практически Во всех клиниках Мира Их используют Вместе с облучением Но стопроцентного Эффекта Они не дают При лечении Гибнут не только Раковые клетки Повреждаются И здоровые Иногда При больших дозах У пациентов Начиналось Сильное Внутреннее Кровотечение Год назад Вступила в силу Государственная Программа По развитию Нанотехнологий Что означает На научные Исследования Стали выделяться Деньги У Виктора Лощенова Появилась возможность Начать новые Эксперименты Там магнитные Наночастицы Это вот те Которые мы вводим Животным сейчас Когда мы на них Воздействуем Магнитом Мы можем С ними Что сделать Медленно вращать Быстро вращать А если мы Еще быстрее вращаем То они начинают Проникать вглубь Вглубь ткани Это означает Что это как Маленькие роботы Начинают Крушить все На своем пути Но Управляем Этим крушением Мы при помощи Ну вот это Прототип Нашего Будущего устройства При помощи которого Мы будем Разрешать опухоль Вот они Пошли вглубь Новые препараты Будут работать Довольно просто Особые Наночастицы Носителей Будут доставлять Необходимые лекарства Непосредственно К больным клеткам Организма Попав в опухоль Наночастицы Облучаются лазером И раковые клетки Тают Растворяются Безопасных последствий А наночастицы Затем Выходят Естественным путем Опыты на животных Показывают Что лекарство От рака найдено Но для того Чтобы начать Его широкое применение Необходимо провести Еще ряд Клинических испытаний Мы работаем И для первой И для второй И для третьей И для четвертой Стадии Ну уже вот Сделаны для Самых ранних стадий То есть Еще даже Рака нет Но мы уже можем Увидеть Какие-то раковые Изменения Еще одно Сенсационное Открытие Профессор Лощенов Сделал случайно Во время работы Над лекарством От рака Ученый вдруг Заметил Что его рука Светится Оказалось Наночастицы Попали на кожу Так исследователь Обнаружил Косметический эффект Его нано препаратов На теле Затягиваются И исчезают Порезы Шрамы И даже ожоги В ходе экспериментов Лощенов выяснил Что в сочетании Лазер и нано лекарства Помогают избавиться Еще и от бородавок И родимых пятен Но это далеко не все Самым фантастическим Результатом Случайности Стала вот эта кабинка На первый взгляд Она похожа на кабинку Для вертикального солярия Или душа На самом деле Это современная версия Котла Из сказки Ершова Конек-горбунок Несколько сеансов И вы снова молоды И красивы Это наше будущее Это как мы будем В будущем делать То есть мы человек И целиком Помещаем Вот в этот бокс Создаем Необходимые Температурные условия При котором Наш препарат Испаряется Испаряется Это как Турецкая баня Человек весь в пару Он очень быстро Начинает Проникать И накапливаться В нужном В нужных местах И это Под тем вот Освещением Которое там У нас есть Синенькое Вот Что происходит? Этот препарат Начинает Нарисую Для того Чтобы сказку Сделать Былью А точнее Довести Актуальные Изобретения До народа Создана Государственная Корпорация Роснанотех Российские Нанотехнологии Она была Создана Год назад После обращения Владимира Путина К федеральному Собранию Будущее Мира Будущее В нанотехнологиях Это все Понимают Поэтому Так случилось Что Нанотехнологии Это Любимая Игрушка Ну можно сказать Президентов По всему миру Японцы Присчитают Что мы В микротехнологиях Отстали Практически Навсегда И Мне кажется Они правы Потому что Догнать их Очень тяжело Будет Но вот В нано Поиск Стоит Еще На Пероне Главная Цель Корпорации Мировое Лидерство России В области Нанотехнологий Еще Вчера Гонка Вооружений Сегодня Гонка Технологий Для Создания Современных Инновационных Программ В сфере Нанотехнологий Из госбюджета Выделено Почти 200 Миллиардов Рублей Научные Учреждения Не вправе Создавать Малые Предприятия При себе Для того Чтобы Эту Идею Внедрить И вот Наша Задача Именно Втянуть В орбиту Замечательные Умы Способности Идеи Которые Имеются В бюджетных Научных Учреждениях И не только В бюджетных И способствовать Созданию Этой цепи От идеи До Получения Конкретного Результата Как только Появилась Корпорация Сюда буквально Хлынули Изобретатели Со всей страны Оказалось Что количество Шарлатанов В инновационной Области Не поддается Исчислению Некоторые Из них Искренне Считают Что открыли Новый Вечный Двигатель Для того Чтобы отсекать Пустые Проекты В Роснанотехе Была создана Экспертная Группа И это правильно Потому что Мы управляем Государственными Деньгами И очень Много Со стороны Рынка К нам Внимания Потому что Что боится Рынок Что это Очередной Вариант При котором Деньги будут Отданы И потрачены Потрачены Налево Не потрачены На технологии А как в России Часто бывает Просто украдены И это Абсолютно Нормальная Боязнь Индустрии На сегодняшний день В мире нет Стандарта Что такое Нанотехнологии Ученые До сих пор Не могут найти Четкого определения Для этой отрасли Высоких технологий Само понятие Нанотехнологии Не совсем правильное Но от него Уже никуда не деться Оно получило Распространение Хотя и не до конца Передает то С чем ученые Имеют дело В Еврокомиссии Даже создана Специальная группа Которая в ближайшие Два года Должна разработать Классификацию Нано продукции Но есть простое Определение Понятное многим Нанотехнология Это процесс Где главную роль Играют свойства Наночастицы Размер которой Одна миллиардная Часть метра Наночастицы Обладают Уникальными Свойствами Одно из самых Востребованных Направлений Суперсовременная Медицинская Диагностика Сегодня ее проводят В основном За границей И лишь дорогие центры Куда попасть Могут только Избранные Однако и там Пока еще нет Прибора Который разработали Аспиранты Московского Государственного Университета Мы планируем Такие приборы Поставлять Во все реанимационные Палаты Для Прикроватного Контроля Пациента То есть Рядом с Пациентом Будет стоять Прибор И анализировать Состав Крови Человека Сейчас мы Введем жидкость Для Анализа Это по сути Как Сыворотка Крови Этот Простой На вид Прибор Сейчас Последнее Слово В медицине Сегодня Очень остро Стоит вопрос О диагностике Пациентов В режиме Реального Времени Прибор Позволяет Увидеть Состав Крови Пациентов Количество Лекарств В организме Уровень Гормонов А также Различные Заболевания Раньше Для проведения Аналогичных Анализов Требовалось Несколько Часов Сейчас Время Анализа Сведено До Нескольких Минут Поэтому Прибор Гораздо Более Эффективен В использовании И этот Метод 10 минут Для того Чтобы взять Кровь И получить Изображение Эритроцита И дальше Опытный Врач Исходя Из данных Полученных И своего Опыта И знаний Он должен Быстро И правильно Принять Решение У него Может быть Тоже 10 минут 20 минут И человек Спасен Развитие Нанотехнологий Стоит Порядка 4 миллионов рублей Поэтому Пока Нано Оборудование Поступило Лишь 30 школ Страны Этот Микроскоп Появился Еще В 81 Году В Швейцарии Группа Исследователей Во главе С Игорем Еминским Не только Усовершенствовало Прибор Но и на его Основе Сделало Новое Открытие Основное Наше Изобретение Это в том Как управлять Этим Микроскопом Как Настраивать Обратную Связь Микроскоп Это он Чем-то Средне Летающей Ракете Крылатая Ракета Использует Те же Самые Сигнальные Процессоры Чем Отличается Наш Микроскоп Мы Применили Интеллектуальная Программное Обеспечение И в результате Этого Микроскоп Может управляться Удаленно Через интернет С любого Компьютера Управлять Таким Точным Прибором Через интернет До недавнего Времени Считалось Невозможным Однако Игорь Еминский И его Коллеги Доказали Обратное Эта разработка Особенно Актуальна Для людей Которые Работают В разных Городах Странах И даже На разных Материках Если Вы врач И у вас Заболела Половина Племени Туземцев Достаточно Взять Анализы И отправить Их Коллегам Из своей Клиники Увидеть Причину Эпидемии Можно будет Как только Вещество Попадет В такой Микроскоп С помощью Интернета Изображение Появится На вашем Персональном Компьютере И вы Сами сможете С ним Работать Увеличивать Менять Свойства В случае Сомнений Можно даже Организовать Виртуальный Консилиум Эксперты Могут Находиться В любой Точке Мира Результаты Анализа Появятся У всех Одновременно Шероховатость На уровне Десятков Нанометров Это просто Нарисовано Как большая Шероховатость Глазом Это идеальное Гладкое Зеркальное Покрытие Это программное Обеспечение Уже активно Начали внедрять В университетах И научных Центрах Америки Англии Японии Южной Кореи И Финляндии Однако На самом деле Все обстоит Не столь радужно Как хотелось бы Создателям Что такое Результат Для ученого Это Может быть Кривая Может быть Таблица Может быть Какая-то Цифра Но это Не есть Готовая Технология Значит Что такое Что хочет Получить Инвестор Инвестор Хочет получить Готовый Продукт Уже упакованный В коробочке С бантиком Который бы он Отнес на рынок У нас есть Мелкосерийное Производство Мы хотим Сейчас перейти На массовое Производство Но нам Мы ученые И опыта Организации Производства У нас нет Несмотря на Очевидный Прогресс В наноиндустрии Тон в этой гонке Пока задают США Десятки стран Которые бросили Все силы На развитие Нанотехнологии Россия Занимает Лишь восьмое Место в мире В отличие от Американцев Российские Бизнесмены Пока не спешат Вкладывать деньги В идеи Или в опытные Образцы Дело в том Что все технологические Проекты Находятся На высокой Стадии Риска Само собой Частный бизнес Ему гораздо проще Вложить деньги В покупку Очередного Месторождения Нефти Либо Проект В области Недвижимости Чем рисковать Своими деньгами В технологической Индустрии А так уж Выходит Что нанотехнологии Это фронтиры Научные мысли И само собой Они требуют Намного больше Капиталовложений Прежде чем С них Какая-то прибыль пойдет Академик Виктор Петрик Сам занимается Продвижением Своих изобретений Их у него Свыше ста Четыре Признаны Наиболее Востребованными Во всем мире Я взял Нано Исходные Порошки Это произошло В 93-м году Я стал заниматься Этой программой И вот сегодня Шпинелевые Обтекатели Она выдерживает Автоматную очередь Из расстояния Пяти метров Она отстрелена Из автомата Калашникова Это новые Оптические Бронированные Стекла Для вертолетов Для наших Автомобилей Вместо этого Пирога В Шесть сантиметров Это всего лишь Вот такой слой Который держит Автоматную очередь Вот что такое Нанотехнологии Еще одно изобретение Виктора Петрика Актуально Для каждого человека За эту разработку Российского исследователя Награждают По всему миру Американцы называют Виктора Петрика Спасителем нации Несколько лет назад В пригород Санкт-Петербурга В небольшой город Всеволжск Приехали представители Правительства США Они рассказали Виктору Петрику О чрезвычайной ситуации В их стране В 36 штатах В воде Обнаружен бензин Точнее Октановая добавка К бензину Со сложным названием Метилтретбутиловый эфир В Америке Даже дети знают Что это По всей стране Закрыто Несколько тысяч Водозаборных станций Питьевой воды На территории США Появились Города-призраки Города Покинутые людьми Американские аналитики Назвали эту проблему Самой страшной Экологической Катастрофой Ближайшего десятилетия Виновным Был объявлен Буш-старший Во времена Своего президентства Он обязал Все нефтяные компании Добавлять в бензин Это химическое вещество Чтобы очистить бензин И тем самым Сделать чище воздух Но у метилтретбутилового эфира Как и у цианистого калия Нет предельно допустимой Концентрации Это сильнейший яд За эту новацию Буша-старшего Назвали Экологическим террористом Номер один Американские ученые Занимались этой проблемой С 95-го года Потратив Миллиарды долларов Они пришли к выводу Что на ликвидацию Катастрофы Нужно как минимум 40 лет И триллион долларов Однако У Виктора Петрика Было другое мнение Спустя 4 месяца После визита Американцев Он придумал Как очистить воду Это вызвало абсолютный шок Такой воды не может быть Поэтому было проверено Это Министерство внутренних дел Америки И так далее Это канадские лаборатории Ватерлоо Где вода прошла испытания Это вода чистая В результате США Заказали оборудование Петрика На каждую скважину А Джордж Буш-старший Пригласил его В качестве почетного гостя На свой день рождения За это открытие Американцы выдвигают Виктора Петрика Кандидатом на соискание Нобелевской премии Мы надеемся Что сотрудничество С профессором Петриком Принесет нашей стране Огромные выгоды Как в экономике Так и в отношении Охраны окружающей среды Что особенно ценно Что господин Петрик Не перерабатывает И трансформирует Уже известные принципы А изобретает Совершенно новые Инновации И изобретения Профессора Петрика Это поистине Достижения 21 века В прошлом году Достижению Виктора Петрика Уделили внимание И в родной стране А 13 мая 2008 года Программа «Чистая вода» Была принята На государственном уровне С помощью изобретения Петерского академика В правительстве Надеются улучшить Ситуацию С загрязненной водой И в России Хочу обратить внимание На то, что Продолжительность жизни Наших российских граждан Калибриса В районе 60 лет А это место Во второй половине Первой сотни Стран мира То есть мы Мы не можем Мириться с тем Что в России Живут так мало И одна из главных причин Это потребление Некачественной воды Этот уровень Отработанности технологии Который есть сегодня Позволяет приступать К решению Практических задач Прежде чем разработку Моу-хау Виктора Петрика Мы засыпаем туда Вот на всякий случай Еще в всякой грязи Эту чудесную смесь Мы выливаем Чуть повыше ведра Держи Я поставлю на бумагу Воду Которая была в кране И я поставлю Стакан воды Которую мы получили После фильтра В основе установки Виктора Петрика Лежат нанотехнологии Вода очищается С помощью нанофильтров Возможно Благодаря этому Изобретение Петерского академика Не затерялось В длинных Чиновничьих Коридорах На сегодняшний день Это одно из Немногих Реально работающих И уже внедренных Наноустройств В нашей стране Впервые в мире Предложена Идея И она опробована На практике Очистки Жидких Радиоактивных Отходов В промышленных Объемах По доступной цене Что же мы видим Что же мы видим Мы видим Что сигарета Резко Ярко Разгорается Когда я затягиваюсь А дыма А дыма нет Вскоре Вскоре тоже может Стать весьма Популярным В мире Доказано Что вред Приносит не столько Сигарета Сколько дым От нее Среди друзей Виктора Петрика Это открытие Пользуется Огромным успехом Я смотрю Это как первую попытку Попытаться Поучаствовать В новой игре Когда Со знакомыми С родственниками Разговариваешь На тем А чем же Я собственно Занимаюсь Всегда же Был вопрос А смысл-то какой Чего-то хорошего Людям-то делаешь Ну там Чего-то в электроне Ну И Действительно Чем старше Становился Тем больше Возникало Ощущение Что неплохо Было бы И вернуть долг И сделать Что-то полезное Профессор Кукушкин Вернул долг Стране Четверть века Он работал В институте физики Твердого тела И занимался Только чистой наукой А два года назад Ему удалось Воплотить Теорию В практику Игорь Кукушкин Создал Уникальное изобретение Рабочее название Термосенс Прибор работает На сверхвысокой частоте Которая чуть выше Уровня ультразвука Действительно Очень много Экзотических И красивых Фундаментальных Явлений природы К нами Они Наблюдались Ну вот И изучая Такие явления Мы случайно Может не случайно А закономерно Наткнулись На новое Совершенно Явление Которое Сводится К новому Принципу Детектирования Электромагнитных Волк Оказалось Что существует Частота Которая обладает Необычными свойствами Раньше Этот диапазон Нигде не был Задействован Он Очень Интересен Именно тем Что в этом диапазоне Многие Вещи Предметы Оказываются Прозрачными Ну например Вот наши стены Которые нас окружают Они прозрачные Одежда наша Прозрачная Если под одеждой Чего-то спрятано То мы это Конечно Разглядим Если В чемодане Чего-то спрятано То мы это Опять Разглядим Мы не просто Разглядим Мы еще Сможем понять Что же Это за вещество Спрятано Является ли это Героином Или это Просто Что-то простое И Разрешенное Взрывчатки Например Запрещенное Тоже может быть Расшифровано То есть С одной стороны Есть направление Безопасности Которое Сейчас очень актуально И всех Волнует С другой стороны Эта штука В общем-то Позволяет Детектировать Ну например Свежесть продуктов Вещь тоже Очень важная В обычной жизни Окончательно Термосенс Пока еще Не готов Изобретатель Рассчитывает Закончить Работу Над аппаратом Через год Однако В мире Это устройство Уже вызвало Неоднозначную Реакцию И горячие Споры Люди Активно Обсуждают Вопрос Насколько Этичное Использование Этого прибора И не ограничивает Ли он Гражданские Свободы Дело в том Что Термос Сен С небольшого Размера И работает Абсолютно Бесшумно Вы даже Не заметите Когда вас Просветят Но профессор Кукушкин Обращает Внимание На очевидные Плюсы Этого Открытия Огромное Поле деятельности Это Медицина Потому что Ну во первых Медицинские Томографы Которые Сейчас Используются Это в основном Рентгеновский И ядерный Магнитный Резонанс Ну рентгеновский Томограф Ясное дело Что это не очень Хорошее изделие Потому что Это Вредящее Здоровью Сооружение А ядерный Магнитный Томограф Он в принципе Тоже сделан На радиоволнах Диапазон еще Более низкого По частоте Но он Требует Сильного Магнитного Поля Массивный Стационарный То что Мы мечтаем Соорудить Это такой Маленький Переносной Томограф Формирующемуся Рынку Экология Космонавтика Это лишь Неполный Перечень Областей Которые Высокие Технологии Поднимают На новый Уровень Уже Через Несколько Лет Каждый Из нас Будет Использовать В повседневной Жизни То Что Сегодня Кажется Невероятным Технология 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 Технология